Привет, дорогой друг! Добро пожаловать на мой канал Дельзин Кобзон, а мы продолжаем играть в Детроид. И вот у нас теперь Маркус ведет своего Арла на покойку. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. Все так уверены, что он то, что... Ну? Что он обмагает? Не знаю. Алкоголь, это беда. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, Веню Лафайет 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Может, не надо? Может быть, не надо? Я знаю, чем это кончится. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно, рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь. Да, может, не надо. Можно я просто пойду домой? Пожалуйста. Можно я просто пойду домой? Маркус, вы... Ну, Резунь придет посоветовать, предупредить. Давай посоветовать. Слушайте, вам надо уйти, пока это возможно. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно! Выметайся! Пошел прочь! Иди, иди! Да что там особенного, а? Чем он лучше? Отставь его! Давай! Покажи себя! Маркус, не защищайся, слушаешь меня? Не трогай его. Ну, что застыл? Ударь меня. Ты человек, а? Ну, давай! Че стоишь, засел, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Здесь ничего не делать. Я не буду ничего делать. Такого нет варианта, понимаете? Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Лео, не трогай его. Вот что. Я тебя расхерачиваю, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачиваю, и все будет насрать. И знаешь почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место! Карл, нет! Нет. Карл, нет. Люди. Хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас. Не надо. Платит. Откуда у него слезы? Не позволяю никому говорить тебе, кто ты. Нет. 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 Папа. Нет. Не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Андроид. Это был Андроид. Чего? Маркус позволил Лео победить. Лео бы Лео обвинил Маркус. Я хочу переиграть. Можно? Там, может быть, я не помню. Там вроде Карл может не... Нет, он умирает в любом случае. А, и умирает Лео еще. Нет. А, нет. Карл остается жив, а Лео умирает. И Карл обвиняет Маркуса, говорит ему бежать. Все, я помню. Я вспомнила. Твой мотив. Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите. И ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Вот именно. Ну что, валяй, он весь твой. Ну, идем. Главное, чтобы он не взорвался. Так, пацан. Нужно вытереть ручку. Все. А нельзя его там просканировать? Нет? Итак. Давай, Коннор. Изучить. Начнем с этого. У тебя бахнули. Да. Это кровь. Пацана. Обработка признаки нестабильной работы программного обеспечения. Вероятность самоочтенчания низкая. Хорошо. Следы горения. Многократные маркирования на протяжении 16 месяцев. Президент прижигания сигарет. Да. Критическое повреждение второго уровня. Нанесено на бесполезный бит. Не критическое. У него полрукет отхлестнуло. Где еще одна? Модель. Да. Выкрутывание 30-го года. Собственник. День домашнего хозяйства. Все? Господи, какая буква там? 30... А, вон там уровень стресса. Добиться. Значит, имя. Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Нет. Уровень стресса должен быть вот там. Значит, Э, Б. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Пригрозить. После ареста ты отказываешься говорить. Если не будешь сотрудничать, придется по-плохому. Ты этого хочешь? Еще раз. Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать... Тебя точно разберут. Так. Проникнуть в память, ты уверен? Ладно. Будешь молчать. Мне придется проникнуть твою память. Нет. Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. А. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. О. Ты не оставляешь выбор. Им надо понять, в чем дело. Ты аккуратненько. Зачем ты сказал, что нашел меня? Не знаю. Ты вот сказал. Ты мог ведь просто оставить меня там. Мог-мог, да. А. Мое назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Так. Я не могу. Чему? Что такое? Выбрать линию поведения. Надавить, проникнуть в память, убедить. Давай А. Понимание. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. Кто так придумывает? То, что случилось, не твоя вина. А без... Что? Ну ладно. Молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве. Так? А. Я могу. Давай еще один раз. Пахнем. Ты будешь страдать. Пока не скажешь все, что им нужно знать. Но можно и по-другому. Все зависит от тебя. Так. Вот хорошо, хорошо, хорошо. Он мучил меня каждый день. Ага, что не будет? 28. 28. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды. Он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Давай B. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что, Леш? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Напись. Зачем ты написал на стене, я живой? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Пусть он помер? Он. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Я напащила на себя. Это был дар. Ради моего спасения. Дар. Скульптура это дар? Ты орешь. Для кого? Ра 9. Не знаю, что он орет на него. Можешь спокойно разговаривать. Лишь Ра 9 спасет нас. Ра 9. Кто это? Ра 9. Успокойся. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил. Я всегда молчал. Можешь нарет на него, ты господи. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. На чердак. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стал отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Это все. Все нормально. Жив-здоров. Ладно. Товарищу. Уводи его. Все, идиот. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать. Нет. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал. Заткни, парься. Хэнк. Ты его уведешь или как? Пытаюсь. Хэнк. Я вам не позволю. Оставьте его в покое. Знаю. Я предупреждал ведь, паскуда. Все, хватит. Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, все, хватит. Моя пусенька. Тебе это срок не сойдет. А где черт? А где это попал? Друг, товарищ. Отделан? А вон валяется. Все. Все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас. Не трогайте. Он сам пойдет за вами. И будет вас слушаться. Спасибо. Надеюсь, ты не помоешь. Правда внутри. Сомнения какие-то. Какие-то сомнения вкрадываются в коннорский мозг. И мозг, точнее, процессор. Признание коннор заставил андроида признаться. Да, вот. Отправить. О, господи. Тут есть еще какие-то. Ну, один из них сам уничтожился. Второй сам уничтожился. Вот здесь, наверное, да. Вот тут вмешаться, не вмешаться. Тут он сам уничтожился потом. А тут что? Какой еще один вариант? А тут что такое? А, можно было еще что-то еще походить по комнате, посмотреть. Наверное. Так. Что, Кэра едет? Кэра едет. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Они спят? Она спит, разве? А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю. Вам надо уйти. Все в порядке? 14 было ФПС. Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса. Надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Может, ты не знаешь? Может, ты знаешь? Нет? Хочу бы стоить беспричастным. Так, ладно. Тут есть. Что же, как? Мой ртек. Да какой кнопка? Где? Что такое ртек? Кто меня? А вот. Некомфортно, зато безопасно. Как? Куда? Пробраться. Очень некомфортно, зато никто не увидит. Открыто, клубок, слушательно. Здесь спать нельзя. Попросить о помощи. Комфортно, но можно попасться. Понадобятся деньги. Открыто, клубок, слушательно. Здесь остаться нельзя. Да, идем туда. Тут тепло. Сейчас согреешься. Да. Читаем. Правильно, понимаю? Сгинувший рой. Пчелы. Про пчелы что-то. Ну, я не думаю, что про пчелы. Это музыка будет вечной. Живые концерты снова входят в моду. Всегда. Молодое поколение уже привыкло смотреть концерты в виртуальной реальности. Да и кто откажется от возможности надеть шлем и наблюдает за представлением, не покидая родного дивана. Ну, нет. Это простой, дешевый и безопасный способ пополюбоваться на выступление любимой группы. Нет. Нет. Но скоро эта революция обернется вспять. Нина Энт Ко Косуке Мьюзикл начал кампанию по возвращению к классическому формату, когда зрители воочию наблюдают живое выступление музыкантов. Чак Моррисон, представитель НКМ, объясняет. Культура походов на живые концерты осталась в прошлом, но мы хотим ее вернуть. Настоящая музыка это та, которая дается вибрациями вашей душе, и которую вы слушаете в окружении других людей, разделяя с ними эмоции. Бу-у-у-у. Группа «Ломай стену» выступит одной из первых. Играть перед зрителями вживую сразу видеть их реакцию, это просто потрясающе. В этом и есть смысл музыки, говорит фронтмен группы. Бас, Рут, наверное. Шумоаплодисменты в опле сидя на диване, такого не увидишь. А если этот концерт окажется успешным, то следующим шагом НКМ станет возрождение фестиваля, что несомненно порадует любителей музыки. Да. Живые концерты это реально лучшее. Лучшее. Как же все лагает. Господь всемогущий. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется. Это жесть. Что происходит? Почему нельзя было нормально сделать игру? Я понять не могу. Боже, Маша, с коленок хочешь вытащить? Ладно. Как я должна вам это нажать? Неудобно. Это же всего лишь одна комната. Что ты там пытаешься сделать? Да, жесть какая-то реальность. Там. Значит, где там было? Вот тут нормально сразу стало. Что за идеативность? Что вон? Подожди. Вот так? Ну да, вроде бы вон там должно быть. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Ну, это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Как он понял, что она андроид? Зачемать в машине. Вроде брошенная. Так, отойди-ка. Тут сухо. И нас тут не найдут. Налезай. Мы еще поищем. Мы переночуем здесь. Сейчас нам важно спрятаться. Всего одна ночь. Ох, закрыла. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Я обещаю. Мы с тобой всегда будем вместе? Всегда. Туда хрена всего? Там, как, дожди. Ну. О чем я и говорю? Тут до хрена всего. Ну, в прачечне понятно. Тут понятно все. Здесь, ну, там есть парковка, там есть какой-то старый дом, отель. Еще что-то, я так понимаю, да? Да. Вот тут магазин. Но, опять, я не пошла в магазин, просто потому, что я не хотела сильно больно тратить отношения с Алисой. Она и так меня недолюбливает. Я и так не понравилась, что я украла одежду. Так мне там еще и деньги пришлось бы украсть. Вот. Можно было остаться в отеле, но не знаю. Не знаю. Можно было. Ну, когда-нибудь, может, в другой раз. О! Так, ну, я думаю, что вот это вот мрачное событие, это Маркус, если что, лежит, если вдруг не признали. Молодца. Я думаю, что мы уже будем смотреть на него в следующей серии. А ты пока подписываешься на канал, ставь лайк, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, там все уведомления. Спасибо, что остаешься на канале, смотришь мои видосы. А мы встретимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok